Всем добрый день. Меня зовут Алена. Это мой коллега Алексей. Мы представляем компанию Defa. Сегодня мы вам расскажем про модуль, разработанный нами специально для портала Bittrex 24. В двух словах о нашей компании. Мы уже 15 лет на рынке, 8 лет с пятерки лидеров Tagline. Занимаемся мы разработкой крупных веб-сайтов. У нас шутки штате более 100 сотрудников и входим мы в группу компаний. То есть помимо Defa у нас еще есть брендинговое агентство, рекламное агентство. С чего все началось? Почему мы почувствовали необходимость в разработке этого модуля? В каждой компании есть свой бюджет. У них свои проекты, свои работы. При этом внутри каждой компании бюджеты подразделяются еще на несколько. Например, в Defa они разделяются по направлениям. Также есть корпоративный. Что это все значит? Когда поступает какой-то договор в компанию, новый клиент, то вся выручка идет именно в этот бюджет определенного направления. Соответственно, вся себестоимость разработки этого проекта, она тоже должна покрываться из конкретно этого бюджета. Это позволяет разделять, грубо говоря, расходы и удобно, наглядно видеть, какое направление, сколько зарабатывает и сколько тратит. Какие мы использовали раньше системы для работы с этим? Во-первых, это корпоративный портал Bittrex, в котором мы ставили задачи, все как у всех. Также мы использовали такую программу Project Made, в которой учитывали время, отработанное сотрудниками. Старый добрый Excel, суровая бухгалтерия, сами знаете, признает только его. И также у нас был такой сотрудник, как Traffic Manager, который вручную вел календари занятости всех сотрудников. Очень много разных систем приходится сводить данные в одно место, это неудобно, долго, много времени отнимает и сложно, естественно, оценивать эффективность работы. Перед нами стал вопрос, как оптимизировать. В двух словах о том, как мы проектировали. В первую очередь собрали все требования, то есть поговорили со всеми директорами компании, сотрудниками, которые будут использовать. Дальше перешли к формированию технического задания. Начали с анализа того, что, в общем-то, может текущая версия портала. И дальше уже описали те модули, которые необходимы нам. Про разработку немножко подробнее расскажет Алексей. Всем добрый день. Поступила такая задача сделать некую систему для оптимизации работы, то есть сведения отработанного времени в деньги, конвертации в деньги. Мы еще раз изучили все возможности битрикса на текущий момент и… Раз, раз. Так, да. Так, слышно? Еще ближе. Прямо так. Изучили все возможности битрикса и, собственно, наложили их на то, что нам нужно. В итоге приняли решение, что нам необходимо сделать разворотную систему на новом ядре D7. В частности, активно использовали URM для этого. Те потребности, которые у нас были, они подразумевали некое расширение полей и сущности, которые есть в системе. Вот, например, поле пользователь, оно не обладало такими… Сущность пользователя не обладала такими полями, как квалификация и ставка часа. То есть как раз то, благодаря чему мы могли бы сконвертировать отработанное время, то есть минуты, да, в деньги. Мы добавили эти свойства, то есть тем самым расширили сущность. Аналогично и отметок об отработанном времени. У них появился такой атрибут, как статус, там новое, утвержденное, либо отклоненное время. И ставка часа – это та ставка, по которой сотрудник это время отработал. Что потом, если она изменилась вдруг, то история вся не потерялась. В качестве проектов мы использовали те самые группы соцсетей, которые есть в системе, дополнили их полями бюджет, то есть в связи к бюджету, и ввели такое поле, как коэффициент оплаты. Это такая вещь. Мы добавили ее уже чуть-чуть позже, то есть не на первом этапе. У нас есть такое правило, что есть некоторые проекты, по которым учитываются поставки не один к одному. Это может быть какой-то простой у людей или какие-то разного рода задачи. Такая потребность была, мы ввели коэффициент. То есть время, отработанное по этим проектам, умножается на этот коэффициент. Он может быть как больше единицы, так и меньше единицы. И, собственно, добавили новые источности. Опять же, исходя из потребностей, это бронь для того, чтобы можно было, чтобы менеджер мог забронировать какого-то человека на определенное время, собственно, пользователь, время начала и окончания и задача. То есть он может указать задачу, если она уже понятна и сформулирована, либо если он, например, понимает, что на следующей неделе придут правки от клиента, и они займут в среднем два дня у какого-то специалиста, то, соответственно, он бронирует специалиста без указания задач, а задачу уже создает постфактум. Ну, собственно, сущность бюджет тоже нам она была необходима для оформления дальнейших отчетов. Квалификация, ну и журнал операции, это для того, чтобы в дальнейшем, это некий лог изменений всех сущностей, для того, чтобы в дальнейшем можно было посмотреть, кто что менял, когда и, собственно говоря, потом разбираться, почему именно так. В принципе, для сотрудников всех визуально ничего не изменилось, они также получали задачи, как раньше, им там подали какие-то уведомления, они их начинали выполнять, нажимали кнопочку старт, там пауза, стоп. Все время, которое они тратили, оно системой автоматически учитывалось. Вот тут приведена на скриншоте вкладка затраченное время, это вот обыкновенная стандартная вкладка на странице задачи. То есть визуально для людей ничего не изменилось, кроме как появились новые возможности. Ну, про тестирование, наверное, не будем заострять внимание. Постепенно вводили, начали с малого, понемножечку перевели всю компанию. Давайте подробнее посмотрим, что это такое. Это очень много технической информации, непонятно, зачем это вообще и кому нужно. Для начала раскроем, какие роли мы вывели для работы с порталом. В первую очередь это специалист, то есть любой сотрудник, дизайнер, верстальщик, разработчик, который выполняет, в общем-то, работу. Дальше менеджер проектов, который ставит конкретные задачи этим исполнителям. Аккаунт-менеджер, человек, ответственный за разработку проекта целиком, который ставит уже прожиг туда задачу в целом. Вот сделай мне, грубо говоря, дизайн-концепцию. Хранители бюджета — это руководители отдела, те люди, которые руководят всеми этими менеджерами, следят за бюджетами и общаются со заказчиками. Плюс бухгалтерия HR. Какие права мы выделяем в соответствии с этими ролями? Специалист, он может смотреть на свой календарь, заполнять отметками времени, что он делал, какую работу он выполнял. Менеджер может бронировать специалистов. То есть, например, нужен кому-то дизайнер на разработку баннера завтра. Он открывает календарь этого дизайнера и ставит ему отметку, что он хочет его занять. Также он может смотреть отчеты по затраченному времени по итогам проекта, сколько на ту или иную задачу потратил тот или иной человек. Аккаунт-менеджер у него права отличается тем, что он видит еще и деньги. То есть, помимо просто затраченного времени, он может посмотреть, сколько денег на это все ушло. Хранитель бюджета уже большими правами обладает. Он может привязывать к своему бюджету любую группу, утверждать, отклонять время отработанное и смотреть отчеты по всему своему отделу. Бухгалтерии HR у нас добавляют ставки, редактируют, просматривают отчеты вообще по всей компании. Да, забыли, естественно, самую важную роль на портале, человек, которому бегают все с любыми вопросами. Посмотрим, наконец, картинки, как это все происходит. Вот так видит свой календарь любой сотрудник, который приходит на работу. Перед ним, собственно, расписание его на неделю. Серым цветом у нас обозначается бронь, то есть то, что предполагается, чем он будет заниматься в течение недели. То есть любой менеджер заходит в его календарь, выбирает нужное ему время. У него всплывает вот такое окошко, в котором он назначает задачу и проект, чем он хочет, чтобы этот человек занимался. Есть некие правила бронирования, которые зашиты уже в сам портал. То есть ты можешь забронировать любого человека на 6 часов в день. Почему на 6? Почему у нас рабочих часов 8? Потому что всегда должно оставаться время на срочной встрече, правке, вопроса. К любому человеку могут подойти, спросить помоги мне, я не могу разобраться. Естественно, нельзя редактировать чужие брони, чтобы один менеджер не мог. А, поставлю-ка я ему завтра, а черт, у него занято, удалю и поставлю свое. Так тоже нельзя. И удалить бронь можно только, если до начала работы по ней остается сутки и более. Это сделано для того, чтобы менеджеры в последний момент такие, ой, черт, я забыл ему задачу дать, а уберу-ка я бронь. В итоге специалист остается без работы, его никто не успевает занять, то есть для дисциплины. Да, собственно, мы видим всегда загрузку актуальную ресурсов. В любой момент можно посмотреть, где у нас будут пробелы, кто будет проставить без работы, вовремя отследить, загрузить человека. И дисциплина превыше всего, как для специалистов, так и для менеджеров. Как видит человек, который хочет заполнить свое время? Помимо того, что он может нажимать старт-стоп по задачам, то, что мы на предыдущем… Раз, два, три, извините. То, что Алексей раньше показывал. Также он может постфактум, например, его быстро утащили на какую-то встречу, он может постфактум заполнить свой календарь. Он выделяет точно так же время и отмечает, какой задачей он занимался. Синим цветом обозначается время, которое фактически отработанное было по разным задачам, по разным проектам. После того, как менеджер одобрит, грубо говоря, примет задачу, окей, да, я посмотрел, ты все сделал, оно все становится зеленым и уже включается в финансовый отчет. Система очень гибкая, то есть любой руководитель может посмотреть, чем занимаются его сотрудники, сотрудники других отделов. Мы сделали еще там несколько удобных моментов, чтобы при наведении можно было сразу перейти на задачу, то есть по клику можно посмотреть конкретно, чем человек занимается, не просто какой проект, а прям посмотреть ход задачи. Также всегда видно, кто утвердил, кто отклонил, чтобы специалист мог войти и сказать, почему вот у меня здесь что-то не так в расписании, помоги. И что, в общем-то, все это нам дает, для чего мы всю эту систему сделали. Ставка сотруднику определяется из его оклада, то есть делится на среднее количество рабочих часов в месяц, мы получаем ставку часа любого человека. На портале мы выставляем сотруднику ставку, квалификацию и дату назначения на случай, если, например, человек пошел на повышение, чтобы в отчетах оставалась корректная информация. Да, и в общем-то, благодаря тому, что человек отмечает не просто так, я там занимался чем-то, я занимался конкретно вот этой задачей, а задача в системе привязана к проекту, а проект привязан к бюджету, можно таким образом посмотреть отчет, чтобы понять затраты по любому проекту, по любому бюджету, то есть по любому направлению деятельности в компании. Все очень гибко, можно настраивать, как удобно. Также, да, у нас переработки, соответственно, оплачиваются, то есть человек добровольно может остаться поработать дополнительно, если есть работа. Все это в рамках бюджета того же проекта. В принципе, проекту все равно, когда он заплатит сотруднику за то, что он за один день сделает 12 часов или за два дня, при этом сотруднику у него больше мотивации работать больше. Чем больше он сделает, тем больше он в итоге получит. Ну, собственно, да, уже тут остается добавить, что все эти существа, которые я перечислял, те поля, которые мы добавляли, они все фигурируют в отчетах. Эти отчеты строятся, опять же, стандартным модулем отчетов Битрикса, все эти проекты, бюджеты, время, статусы, ставки и так далее. Все это дается возможность фильтрации по этим полям сортировки, группировки, вычисления сумм и так далее. То есть, фактически, мы благодаря тому, что решили использовать D7 и RAM систему, такой подход приняли, мы смогли адаптировать стандартные модули Битрикса отчетов, отчетов Битрикса, собственно, к нашей системе и пользоваться им. У нас есть какие-то отчеты по умолчанию для разных групп пользователей, в зависимости от их прав, и там, собственно, показываются деньги или не показываются. Вот примеры, какие отчеты можно получать. То есть, каждому человеку можно составить список отчетов, чтобы не приходилось каждый месяц создавать новый. Он по всем полям, которые мы до этого перечислили, можно заранее шаблон себе составить и просматривать любой удобный момент. Пример, да, посмотрим. Фильтры, колонки в правой части, они позволяют отобразить, в общем-то, результаты все, которые интересуют. Это может быть период, название бюджета, название проекта, утверждено ли время, не утверждено, отклонено. Например, вот можем посмотреть, сколько времени и средств было затрачено по какому-то проекту. Мы справа выбираем период, можно указать интервал, не обязательно месяц, может быть, за все время. Выбираем проект, который нас интересует, исполнителя, сколько конкретно вот этот человек потратил на то, что делал по этому проекту. Также можно посмотреть по сотруднику, какую заработную плату по итогам месяца он получит. Если мы не выбираем проект, а просто сотрудника и период, смотрим утвержденные отметки времени, получаем в итоге сумму денег, которые предстоит ему выплатить. Так может выглядеть суммарный отчет по проекту за какой-либо месяц. Если мы нажимаем на кнопку подробнее, то здесь уже идет расшифровка абсолютно каждой записи, то есть вплоть до минуты, до 15 минут, смотря сколько человек занимался. Как видите, все кликабельно, то есть можно посмотреть любую задачу. Человек, руководитель, когда открывает в конце месяца отчет по своему проекту, он сразу смотрит, кто чем занимался, стоит ли действительно закрывать это время или нет. Да, в общем-то, вот и интерфейс утверждения отклонения времени. Мы это сделали в два клика буквально, то есть левый клик мыши утверждает отметку, правый клик ее отклоняет. При этом каждый сотрудник может смотреть свой личный отчет, видеть, сколько он отработал времени за сегодня, за завтра, за вчера. Собственно, подытожим, таким образом у нас абсолютно все руководители, они в реальном времени смотрят и получают любые данные о том, как работает компания, его отдел, его проект, сколько времени, сколько денег тратится на задачи, кто из исполнителей работает эффективно, кто не очень. Бухгалтерия автоматически генерирует все отчеты, причем в свой любимый Excel, это мы оставили им такую возможность. Календарь бронирования позволяет нам очень хорошо планировать всю работу, смотреть, где у нас пробелы, когда нужно нанимать новых специалистов, когда нужно загружать тех, кто свободен. Весь функционал собран в одном месте, это очень удобно, то есть не надо ввести что-то в одной системе, что-то в другой. Собственно, мы получаем абсолютно все данные для того, чтобы анализировать работу нашей компании и быстро устранять узкие места. Сотрудники у нас знают, что им делать, когда делать, сколько они за это получат и знают о том, что эффективная работа всегда поощряется. Собственно, вот это все. Коллеги, спасибо. Есть ли вопросы у кого-то? Ой, прям, давайте я прям по порядку начну. Спасибо, спасибо мне, Андрей. Вопросы в marketplace есть? Пока нет. Мы его написали для себя и, что важно, для коробки. То есть мы для облака еще это не адаптировали. Мы думаем об этом в зависимости от интереса. То есть, ну, честно скажем, писать для себя, для своих нужд, для того, чтобы понять, нужно ли это адаптировать, выкладывать в marketplace, мы, в общем-то, можно сказать, и здесь сейчас и находимся. Там для облака еще есть свои особенности, собственно, ограничения, которые… То есть не все то, что здесь реализовано в нашем модуле для коробки, все это, не все можно сделать для облака. Поэтому… Будем смотреть на спрос, потом думать над предложением. Смотреть то, что мы можем сделать, и то, что позволяет API облака, это, в общем, малая часть от того, что имеет наш модуль, поэтому пока вопрос такой подвисший. Спасибо. А юридически это как вообще производится? Ну, то есть это надо трудовые договора перезаключить с людьми, потому что получается у них сдельная оплата как бы почасовая или как? Или они все равно на окладе сидят, как бы, но в этом месяце бац, и он там получил половину оклада. Как это происходит? Если мы… Мы высчитываем, вот, например, в этом году среднее количество 165 часов. Это все рабочие дни, да, за год. То есть, да, человек в какой-то месяц получит чуть меньше, в какой-то чуть больше, но если мы поделим на 12 общую сумму, которую он получает за год, получится тот оклад, который человек озвучивает нам на собеседовании. Говорит, я хочу получать 80 тысяч. Он, да, в какой-то месяц получит 60, какой-то 100. То есть, ну, нет-нет-нет, там с юридической точки зрения у нас все в порядке. Нет, у нас в договоре все прописано как надо, естественно. Два маленьких вопроса. Вопрос первый. Вот про бронирование. Прозвучала цифра, что на 6 часов на один день, если, предположим, задача разработчику, ну, предполагается на 10 часов. То есть, менеджер должен две брони сделать или он делает как-то бронь единоразово? Это первый вопрос. И второй вопрос. Там замечательная функция была такая, что не принять работу. С учетом того, что здесь понятие издельной оплаты труда, то есть, получается, что если менеджер не принимает работу, разработчик за нее денег не получает. Уточню. Нужно именно прямо при разработчиков или вообще в целом? Вообще в целом. На самом деле, сути не меняет. То есть, если получается… На самом деле, это меняет, потому что, ну, менеджеры, они не всегда технически подкованы настолько, чтобы понимать, примут они работу или не примут. Поэтому задачу у разработчиков конкретно принимает тимлид, который понимает намного больше него. Случай, как бы, что задача, что работу не приняли, это крайняя степень вообще наказания, когда человек умышленно затягивает, сидит в контакте, там это все видят, да. То есть, это такой инструмент управления. У нас как бы не тюрьма, мы спокойно относимся к тому, что может вдохновение какое-то не прийти, особенно если это творческие какие-то специалисты. мы понимаем, что на какую-то задачу может потратиться больше времени, чем кто-то другое сделает. И первый вопрос был… Про бронирование времени, если больше, чем 6 часов. Да, да. Соответственно, сколько нужно, столько и бронируется. Она переносится, можно там очень легко их копировать. Мы дорабатываем постоянный интерфейс, чтобы было все очень удобно и просто. То есть, сколько нужно, столько человека бронирует. Хоть 15 минут. Спасибо. Очень интересный доклад. Скажите, пожалуйста, если со стороны проекта, менеджера или кто у вас считает аккаунт, неправильно были подсчитаны ресурсы по бюджету? Ну или наоборот, получилось так, что должны были правильно быть подсчитаны, но так получается, что команда переходит все эти границы, проект нужно завершить. Вы, получается, все в минусуете или плюсуете? У нас есть нормативы на стандартные работы, скажем так. То, что мы уже делали много раз, мы понимаем, сколько это времени займет. Естественно, там есть буфер. При этом, если это какая-то нестандартная новая для нас разработка, то буфер немножечко больше берется на этот случай. Если так складывается, что первый, второй раз, третий раз по одному и тому же типу задач мы превышаем нормативы, то это повод пересмотреть нормативы. И вот из этого ответа вашего не увидел отчета подобного. Отчета? Да, отчета об неэффективности проектного менеджера об оценке ресурсов и неэффективности, например, работы разработчиков по типам проекта. Да, мы сейчас как раз над этим работаем. У нас есть… Мы сейчас вы просто не оттестировали еще этот дополнительный функционал. Как он работает? Ввели стандарты названия задач, например, разработка технического задания, да, и свое время туда списывает не только технический писатель, которого пишет, не только тем лид, но и сам менеджер. Таким образом, в конце месяца двух-трех мы можем посмотреть, именно сравнить технические задания по разным проектам, да, однотипным, и посмотреть, кто из менеджеров тратит на него 20 часов, а кто 55. И, в общем-то, посмотреть почему. Мы его вот недавно настроили, но еще не отсматривали, честно скажу, результаты, потому что нужно какое-то время, чтобы статистика накопилась. Тут еще есть такая особенность, что на текущий момент у нас в систему не вносится конечная стоимость проекта в часах и в деньгах. Поэтому данные мы саккумулировать можем, в отчете вывести, а их фактически в системе сравнить не с чем. Поэтому отчета по эффективности как бы его как такового пока нету. На этот вопрос мы думаем, наверное, введем. Спасибо за доклад. На самом деле, очень крутой модуль. Мы сейчас в article production тоже пилим примерно похожую вещь. Вопрос такой, с какого раза получилось сделать так и сколько времени потратили на разработку? Много. Понятно, что это не первый релиз, да? Так все гладко выглядит. Разрабатывали, наверное, месяца три, если я ничего не путаю. Но, естественно, это не было приоритетной задачей, не так, что всех посадили сотрудников и все начали срочно делать. То есть мы внутренними проектами, как правило, занимаемся, когда есть свободное время от клиентских. То есть точное количество, я сейчас не скажу, дней. Что касается внедрения, у нас на это ушло, наверное, месяца четыре. Это было долго, достаточно болезненно, потому что пока всех обучишь, пока обкатаешь, все-таки наша разработка. Начали с десяти человек, посмотрели, да, основные логические ошибки выявили. Потом уже 50 человек перевели. Сложность была в том, что для того, чтобы это корректно оттестировать, нужно было накопить данные. Поэтому это все достаточно долго. То есть там отчетный период, основной это месяц. Месяц, когда все получают зарплату и, в общем-то, все расчеты происходят. Поэтому у нас каждый месяц был такой новый баг-лист. Окей. Еще по отчетам вопрос. Я правильно понял, что у вас там стандартные отчеты, которые есть по задачам, используются? Насколько я знаю… Сам модуль, то есть сам функционал. Да, да. Насколько я знаю, если создавать отчеты кастомные, они показывают только задачи, к которым человек имеет доступ. То есть если это не суперадмин в режиме администратора, а там, не знаю, менеджер, то он введет только задачи, которые он поставил, подписался соисполнителем. У вас строится отчет по всем задачам вообще, которые есть по проекту. Вы как-то там через API это решили или можно, как есть какой-то хак, чтобы стандартные отчеты заставить, так показывать? Да, я понял вопрос. Значит, есть в битриксе стандартные отчеты, конечно, там по эффективности, там чего-то еще, но мы как бы используем не их. Мы используем сам модуль, report, и там написан собственный helper, там так можно сделать, да, и описаны все поля, какие там они могут быть, связи, интерфейс их там, отображение в фильтре и так далее. Как бы все это API фактически позволяет, то есть мы его не меняли, там ядро не правили, просто все обошлось написанием своего helper. Все. А там уже, как бы, пожалуйста, вытягиваем из базы задачи, связанные или не связанные, это уже наше усмотрение. Группируем их по нашим сущностям, по полям наших сущностей или там по каким-то другим полям, и все это фактически самописная штука, то есть никакого ограничения нету. Есть API, мы им пользуемся и все. Спасибо за доклад, тема актуальная. Подскажите, я правильно понял, что там есть бюджет отдела, скажем так, ну подразделения, но нет бюджета конкретного проекта? Да, правильно. То есть рентабельность проекта не посчитаешь? Смотрите, у нас, когда приходит проект, я не могу, к сожалению, раскрывать там всех деталей нашего финансового управления, мне добро не дали. Если там совсем грубо, то благодаря вот этому модулю руководитель отдела, он получает цифру по затратам. Цифру, сколько пришло от этого клиента конкретно в его отдел, он получает там от своего руководства. И вот там свести две цифры уже у себя, он самостоятельно это делает, не через портал. Окей, спасибо. Простите, по времени мы уже все. Коллеги, спасибо вам еще раз за доклад. Спасибо. Я прям вижу, вот люди остались конкретно кому интересно, поэтому я думаю, что вот ловите в куарах коллег и задавайте им вопрос уже приватнее.